ВОКРУГ СВЕТА АРМЯНСКОГО Как вы понимаете, первая партия календарей вокруг Света Армянского закончилась, поэтому я все эти несколько недель ничего не говорил о календаре, но так как был очень большой спрос, и некоторые до сих пор не получили свои заказы, и они уже отправлены, скоро вы их получите. Ну а для тех, кто еще не заказал, вы можете их заказать. Вот они, пожалуйста, вышла вторая партия календаря вокруг Света Армянского. Те, которые приобретали ранее, он уже выходит шестой год подряд. Шестой, по-моему, или пятой, я уже не помню. Ну, здесь вот каждый раз новая информация по месяцам на каждый день. Значит, вся историография армяноведческая по личностям, какие научные были открытия армян по всему миру, какие исторические события по всем дням, по годам. Поэтому календари очень интересные, можно их из года в год собирать. Как их заказать, под этим выпуском есть вся нужная информация. Заходите по ссылочке и делайте все, как там написано. Если же вы проживаете за пределами Российской Федерации, то сначала лучше напишите, значит, письмо мне на электронную почту, которая там указана на сайте, и я вам скажу, как вам за рубеж заказать этот календарь. Итак, ваш экземпляр вас ждет. Ну, а теперь, значит, перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме. Как вы понимаете, я много езжу по миру, и за эти годы часто знакомился с различными дипломатами в разных странах мира. И когда речь заходила об Азербайджане, все как-то одинаково реагировали на азербайджанских дипломатов, чья цель подкупить, шантажировать, подарить, заплатить, ну и прочее. Порой кажется, что только этим и занимаются. Но, впрочем, почему нет? В СССР две были республики, как вы знаете, которые являлись самыми коррумпированными. Это Узбекская ССР и Азербайджанская. После того, как Азербайджанская получила независимость, свои навыки она стала использовать, значит, за рубежом. Причем в роли агонца божьего. В мусульманских этих самых странах Азербайджан педалирует, конечно же, на исламе, называя армян врагами мусульман. А в тех тюркских странах, которые имеются, и с которыми у Азербайджана уже имеются отношения, да даже и не имеются отношения, а республики, которые на территории, скажем, Российской Федерации, тюркской, да, с большинством тюркских населений, с тюркским населением. Значит, Азербайджан, конечно же, педалирует уже на тюркофобию со стороны армян. То есть армяне являются враги тюрок. А в странах уже с христианским и иундейским большинством педалируют на толерантности. Говоря о том, что Азербайджан, видите ли, светская страна, оторванная от религии. Ну, а фанатичные армяне под эгидой религии уничтожают все азербайджанское зодчество, азербайджанское наследие. Иногда, конечно же, это срабатывает. Особенно в неблагополучных странах, где присутствует исламский или тюркский фундаментализм. Ну, или взять тот же лакомый кусочек Азербайджана, да. Например, Иран, который тот же Азербайджан готов предать вопреки всему исламу. Несколько месяцев назад я рассказывал об азербайджанском дуаине среди азербайджанских послов в Европе Наргиз Гурбановой. Она посол Азербайджана в Польше. До того, как возглавить депрессию в Польше, Гурбанова заседала в Болгарии. Тоже на должности посла. Как мне кажется, когда в Азербайджане назначаются послы, первое, с чего они начинают, это не со знакомства со страной, ну, как это обычно бывает, да, со страной пребывания, а с армянской общиной в этой стране. Причем не встречаясь с армянами, ну, а просто читают какие-то документальные вещи о, значит, нахождении армян в этой стране. Так вот, под впечатлением о том, насколько глубоки и богаты корни армян в Польше, Гурбанову тоска, видимо, взяла, и она начала нести не весь что, чем удивило, конечно же, поляков. Гурбанова заявила следующее. В 1472 году правитель Ахкоинлу Узун Хасан написал письмо королю Польши Казимиру IV Ягелончику, а корреспонденция между двумя правителями продолжалась до 1477 года. По этой причине 1472 год мы считаем началом исторических польско-азербайджанских отношений. Что ж, поздравляю! Я думаю, у поляков просто округлились глаза, когда они узнали, что в 15 веке они имели дипломатическую переписку с кем бы вы думали, с белыми баранами, то есть Ахкоинлу. Когда узнали вообще перевод, что такое Ахкоинлу. Ну а если серьезно, то Азербайджан удивил поляков больше, конечно же, тем, что оказывается государство Ахкоинлу – это нисколько не иранское, а азербайджанское. Ведь доселе история иранно-польских отношений считалась именно с Ахкоинлу. Ну что может, скажем, ревнивый Азербайджан представить в Польше против армян? Разве что переписку чужого государства соседнего, причем с чужим властителем? Ведь этот самый Узун Хасан совсем не азербайджанец, а туркмен. И когда Азербайджан всюду тыкает памятники Гейдару Алиеву, Туркменистан поставил памятник в Ашхабаде этому самому Узун Хасану, властителю государства Ахкоинлу. Ведь древо Узун Хасана известно, оно туркменское. Его род из огузского племени Баяндур, и как пишет Махмуд Кашкари в книге «Диван Луга Таттюрк», «Диван тюркских диалектов», они же и туркмены. Но самый прокол-то не в этом. Прокол в том, что необразованный или плохо образованный Наргиз Ханун Курбанова показала двуличие своего народа своей же физиономии и своими же словами. Ведь она не сказала, о чем переписывался этот самый Узун Хасан с польским королем Казимиром. На самом деле Узун Хасан имел войны с османами, конкретно с османским правителем Мехметом II. И после поражения в войне под Башкентом просил Казимира и других правителей Европы помочь одолеть Мехмета. Интересно, как Турция оценит этот самый антитурецкий выпад Курбановой, чтобы понравиться полякам. Учитывая, что Азербайджан сегодня жизнью обязан за войну в Арцахе в 2020 году. Ну, впрочем, знаете, Узун Хасан хоть и туркмен был и властителем государства иранской истории, тем не менее, действия его были типично азербайджанские. Я даже согласился, потому что он был азербайджанцем. Но вот судите сами, лезни там, где нужно, вопреки религии и братства. Главное, достигни цели. Это и как раз-таки заметили поляки. Оттого и написали заметку о вымышленной истории Гурбановой и перепечатанной информационным агентством РЭКС, которое сейчас вот перед вами. Сами поляки над этим, как говорится, ржут. Теперь обращаюсь к Гурбановой. Я понимаю вашу реакцию. Вы оказались в стране, где слишком глубоки корни, армянские корни. А об азербайджанских, если знают, то только о том, что у вас диктатура, что у вас нет свободы слова, что у вас есть немного нефти, которая принадлежит особому Алиево-Пашаевскому клану и через который совершаются некоторые сделки, подкупы и криминал. Вот что известно полякам об Азербайджане. Ну, теперь еще и о белых баранах узнали, что уже радует, конечно. Это в копилку к знаниям поляков. Что касается армянских корней, к чему так завистливо, скажем, отнеслась Гурбанова, то задолго до переписки белого барана с Казимиром уже в 1363 году в Польском королевстве стал строиться армянский храм, который сейчас находится на территории Украины во Львове. Кстати, здесь были сняты некоторые кадры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». А в городе Замость имеется старейший армянский квартал с армянской каменицей, которая занесена в список ЮНЕСКО. Каменица известна с 14 века, является культурно-исторической ценностью Польши. Также в Польше жил и творил армянский литератор и путешественник начала 17 века Симеон Лехацы. А Ованес Карматинянц в 1616 году открыл в Польше одну из первых в Европе типографий. Также в Варшаве в церкви святого Геоцинта сохранилась эпитафия на армянском языке 17 века. Сохранились переписки армянских дворян с польскими монархами 16 века, и они хранятся не в тумбочках Баку, как ваши письма Белых Баранов с Казимиром, они хранятся не в тумбочках Баку, а непосредственно в польских музеях. Из польских армян вышло огромное количество интеллигенции, среди которых Игнатий Лукашевич, польский армянский ученый, изобретший керосиновую лампу. Это и писатель Гаэтан Абгарович, художник Теодор Аксентович, это все известные в Польше люди, это и классики, это актриса Анна Дымна, режиссер и создатель фильма «Фараон» и «Камо Гридеши» Ежи Кавалерович, композитор Кшиштоф Пендерецкий, поэт Шимон Шиманович, актриса Соня Богасевич и десятки-десятки других известных личностей. То есть, чтобы вы понимали, каковы богатые, глубокие корни армян Польши, что у них даже окончание фамилии на Вич, Скей и так далее. Ну, как и среди российских армян, вот, например, как я, Арутюнов. Так же и в Польше это случилось. Так вот, вы можете сами погуглить и посмотреть их этническую составляющую, если вы мне не верите. Видимо, Гурбанова погуглила и в ужас пришла от того, что стала знакомить поляков с белыми баранами, вопреки тому, что Узунхасан Туркмен, правитель иранской историографии и предатель интересов, кстати говоря, тюрок. Так что займись Гурбанова делом и не набивай голову поляков ватой. Поляки знают свою историю. И без тебя они это все отлично знают. А армян в разных странах попрошу помогать нашим дипломатическим ведомствам. Порой не всегда дипломаты могут сделать то, что в силе сделать вы. Помогайте нашим послам. И еще, Гурбанова, тебя тоже призываю приобрести вот этот календарь вокруг света армянского. Чтобы когда тебя в очередной раз, ты же из Болгарии в Польшу, а теперь когда в очередной раз из Польши отправят в другую страну, чтобы тебе не нужно было гуглить. Ты просто открыла бы этот календарь и узнала бы много интересного об армянских талантах, об армянских корнях той или иной страны мира. До встречи. Всего хорошего.